Детская библиотека Здесь мы расширяем не только площади, но мы расширяем и возможности, которые сегодня появляются у наших читателей. Маленьким читателям отдадут зал с отдельным входом. Зимний сад, помещение для читального зала. Светлые, просторные, современные. Они соответствуют всем нормам и требованиям, в том числе безбарьерной среды и противопожарной безопасности. Это будет центр не только для детей, а для всей семьи, говорит Лариса Подсадник. Очень хорошие, уютные будут зоны, где ребятки могут очень удобно расположиться вместе со своими родителями. Не просто формально, как мы привыкли, на каких-то стульчиках, скамейках. У них действительно будет очень удобная, яркая детская мебель, где они могут посмотреть книги, почитать, выбрать любимую, выбрать понравившуюся книгу. Открыть центр детского чтения планируют к 1 сентября. К этому времени сотрудники библиотеки переоборудуют помещение. Как именно, не разглашается, все задумки держат в секрете. Стоит отметить, у национальной библиотеки уже есть опыт создания комфортных залов для читателей-подростков. Сотрудников детской библиотеки не оставят без работы. Более того, новому центру потребуются дополнительные специалисты. Например, здесь будут предоставлять услугу библионяни, проводить различные мастер-классы и занятия по совместному творчеству. Использовать планируют и входную зону. Она располагается с противоположной стороны от главного входа. Библиотеки считают, здесь будет комфортно проводить мероприятие в теплое время года. Светлана Воробьева, Александр Борисов, САМПТВ, 360.